Это проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрия Павленко. Спорт – норма жизни, а Хабаровск – спортивная столица на востоке России. Это не просто красивые фразы, а своего рода ориентиры и целевые показатели реальных, одноименных федерального и регионального проектов. 31 января на расширенном заседании правительства губернатор Михаил Дегтярев подвел итоги развития края за прошлый год. На теме спорта и физкультуры сегодня мы остановимся подробнее. В нашей студии руководитель сети спортивных клубов МК «Спорт», член общественного совета при Министерстве спорта Хабаровского края Михаил Кулачко. Михаил, здравствуйте. Доброго. Итак, действительно, спорт – норма жизни, Хабаровск – спортивная столица на востоке России. В целом, если убрать это как название документов конкретных, а вот по ощущениям, для хабаровчан, для жителей региона, вот это соответствует действительности? Ну, сегодня наши жители активно занимаются спортом. Сегодня больше 50% населения так или иначе разного возраста систематически занимаются разными видами спорта. Это очень хорошо. То есть физическая культура и спорт стало не просто какой-то нормой жизни, стало уже культурой, стало модно заниматься спортом, хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать. И тот тренд, который нам задает сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин, который говорит, что спорт – норма не просто жизнь, а спорт – норма долголетия, хабаровчане и все жители в целом это слышат, видят и на себе ощущают. Да, кстати, вот сейчас вы про Владимира Путина вспомнили не так давно, не то чтобы новость, но такая информация проходила, что он ежедневно по два часа в спортзале сам-то проводит, подает пример. Ну да, все-таки подробнее немножко рассказать о том, что существуют такие действительно документы. Есть у нас национальный проект «Демография», в нем есть федеральный проект «Спорт – норма жизни». Есть в продолжении национальных проектов регион конкретизирует и уточняет вообще мероприятия, которые должны вот эту долю в 50% увеличивать, что людей должно заниматься спортом как можно больше. Это вот в частности флагманская инициатива «Края притяжения, туризм в удовольствие» и опорный проект «Внутри спортивная столица на востоке России». Это большой комплекс мероприятий, но в рамках этого вот такого тренда и вообще большого процесса уже сегодня, наверное, можно смело говорить, что Хабаровск – это спортивная столица востока России. Как минимум у нас 4 профессиональных спортивных клуба, такого на Дальнем Востоке многообразия и ассортимента нет. Всегда говорят о том, что спорт высоких достижений – это в первую очередь такой драйвер и мотивация для подрастающего поколения, для в целом граждан вовлекать. Это такая большая хорошая реклама. Ощущаете ли вы, что увеличение и количества профессиональных спортивных клубов, и мероприятий всевозможного уровня, которых, как мне кажется, становится больше, что это влияет на вовлечение людей в спорт? Это не просто влияет, это таким хорошим вектором идет, хорошим импульсом, особенно для детей, для подростков, которые после каждого чемпионата – футбол, бокс, борьба, неважно, что проходит. Наши команды, когда выступают, мы все видим прекрасно арены, у нас забиты битком, болельщиками, за что им огромное спасибо. И каждый из них мечтает, возможно, мечтает стать каким-то там выдающимся спортсменом. Поэтому это не просто нужная вещь, это необходимая вещь для того, чтобы наши ребята, надо же все начинать с детского возраста, все зарождается у нас в начале. Мы начинаем заниматься одним спортом, вторым, третьим, кто-то сразу себя находит, кто-то не сразу, но тем не менее он понимает, что он хочет чего-то достичь, кем-то стать, что-то сделать. Соответственно, кто-то идет в спорт высших достижений, кто-то просто становится физкультурником и ведет просто здоровый образ жизни, занимаясь спортом, но показывая пример и другим. И все в семье. Следующий этап – отец, сыну, дед, внуку. И вот эти все моменты показывают, что сегодня показывают нам, что у нас больше 50% населения занимается физической культурой и спортом. Вот, кстати, да, все действительно из семьи, особенно, наверное, в год семьи актуален вопрос. Да, во-первых, у нас, я думаю, в этом году будет, ну, не на порядок, но значительно больше вот этих соревнований «Папа, мама, спортивная семья». Вы, как руководитель и основатель сети центров МК «Спорт», а вы ощущаете вот по гостям, по клиентам, что, ну, действительно, семьями ходят? Мы не просто ощущаем, мы это видим. У нас очень много и было, и если раньше ходили там по одному человеку, там по два, сегодня действительно ходят прямо семьями. Папа, мама, я – здоровая и сильная семья. Участвуют, мы много проводим мероприятий, и в крае проводятся, и в городе очень много мероприятий спортивных проводятся. И мы видим, что и наши клиенты, наши друзья, знакомые участвуют в этом. И, ну, сегодня такой вот вектор, очень-очень тесный, очень правильный, очень сплоченный, который сегодня реально работает. И мы это просто видим. Много, действительно, мероприятий, большая работа по популяризации спорта и физкультуры, вообще здорового образа жизни сейчас ведется. Люди вовлекаются, кто-то идет, да, площадок, слава богу, кстати. А, кстати, вот успевает ли вообще в целом инфраструктура за вот этим количеством желающих? Достаточно ли сегодня у нас там бассейнов, спортивных залов, не знаю, курортов? Ну, хихцир, понятно, там, как бы, такой новый глоток, сейчас определенные там технические проблемы, но, тем не менее, все равно всем понимают, что вот, еще одна площадка для развития зимних видов спорта. А вот так, что, коробок, бассейнов вот во дворе, вот это вот всего? Ну, на сегодняшний день край очень много для этого делает, очень много. То есть, сегодня строятся и умные площадки, и скейт-площадки, и, не знаю, там, коробки заливаются, все. Сказать, что этого хватает, наверное, нельзя, потому что этого всегда будет недостаточно. Но то, что сегодня очень много делается и каждый год делается, так же, 23-й год много, просто громадное количество сделано. На 24-й много заложено, не только в Хабаровске, а в Хабаровском крае, то есть, проделывается работа колоссальная Министерства спорта. И те стадионы, и бассейны, и площадки, которые сегодня создаются для людей, и в новых микрорайонах, и сегодня, ну, мы видим и показываем, в том числе и наша сеть развивается. Мы также, в этом году, у нас на следующий год будет открытие еще нескольких клубов. Поэтому спорт не просто должен быть доступным, там, финансово, он еще должен быть доступен и территориально, чтобы это было удобно, возле дома вышел. Ну, слушайте, ну, во-первых, да, про новый микрорайон, в прошлом или позапрошлом году у нас, в частности, вот как раз-таки по федеральному проекту «Спортнорма жизни» открылась возле арены Ерофей, там, умная спортивная площадка, уличные тренажеры, там, для пляжного волейбола, трибуны и так далее. Вообще, в принципе, Ерофей такой спортивный уголок, очень важно, ну, там, скалодром не так давно тоже появился. И, то есть, вообще, плюс, я еще потом набережная появилась, ой, вообще, квартиру быстрее там можно брать. Но здесь, вот что интересно, вы как предприниматель, то есть, это не просто, значит, спорт, это еще направление, где, ну, если новые появляются, значит, планируете открыть новый центр, значит, на это есть спрос. В убыток, ну, бизнес не будет так или иначе себе работать, значит, ну, бизнес-модель, бизнес-план хорошо работает, понятно, как это отбивается. Там, наверное, там, возврат инвестиций в спорте не самый быстрый, ну, поправьте, ну, нормально, в общем, можно жить. Вот здесь, с точки зрения привлечения, значит, клиентов, если все-таки в рамках бизнеса и в контексте этом разговаривать, насколько помогла мера государственная, тот самый социальный вычет за спорт. С 2022 года можно возвращать 13%, если ты занимаешься спортом, ну, там, предоставляешь чеки, не знаю, как происходит. Но вот конкретно эта мера правительства федерального, да, президента, насколько она вам, как предпринимателю, в этой отрасли помогла? Значит, мы одни из первых включены были в реестр, мы с удовольствием, как только нам сказали, что такая мера возможна, мы подали свою организацию. И, конечно же, люди берут документ и 13% они возвращают. Это тоже дополнительное стимулирование о том, что они могут еще вернуть свои 13%, почему нет. Я считаю, что это очень хорошая мера, очень нужная, и люди ей активно пользуются. Я просто прям пару случаев знаю, когда люди, ну, условно, там, если какой-то плотный микрорайон, там обычно, ну, несколько может быть альтернатив, и люди прям выбирают, так, а у вас как бы есть, можно, вот эта опция существует, нет, ну, хорошо, пойду в соседний, тоже наблюдайте это. То есть люди прям приходят, спрашивают, а вычет можно? Нет, люди, конечно же, голосуют и качеством, и рублем, и всеми-всеми дополнительными факторами. Конечно же, люди спрашивают, конечно же, люди интересуются. И эта мера, она, да любая мера, она нужна. Она нужна, необходима. Как уже говорил, флагманские инициативы губернатора продолжения национальных проектов президентских, и здесь, там, вот буквально в прошлом году, в конце года Владимир Путин сказал, что национальные проекты будут продлены до 30-го или даже 36-го года. На ваш взгляд, вот такая государственная поддержка и внимание к, ну, всевозможным отраслям, но сегодня все-таки мы концентрируемся больше на спорте и физкультуре, что это в целом означает для региона и вообще для, вот, наших зрителей, обычных граждан? Национальные проекты продлены. Что это значит? Ну, смотрите, у нас получается, я как сказал, сегодня спортивная наша столица занимается чуть больше 50% населения. К 30-му году поставлена задача 70%, а то и 75%. Соответственно, за вот эти вот 6 лет оставшиеся нам необходимо и доделать вот то, что мы говорили, необходимые площадки, спортивные залы в новых микрорайонах и еще где необходимо добавить, чтобы наши граждане, чтобы наши жители спокойно и могли их посещать. Соответственно, мы расширяем эту зону влияния. Соответственно, у нас и растет и сам процесс посещения наших спортивных залов и, в принципе, всех площадок спортивных, что связано с спортом. Соответственно, и растет и процент. Вот. И все в совокупе дает очень, ну, серьезный результат. И та поддержка, которая сегодня на правительстве региона, в городе, в Хабаровске, и Владимир Владимировичем Путиным, который, ну, уделяет этому очень активное внимание. Сегодня вы знаете, что у нас есть ряд программ самбо в школу, борьба в школе, шахматы в школе, где дети с самого раннего возраста могут заниматься этими видами спорта. Не просто как физическая культура, а, возможно, как и, может, такой активный соревновательный эффект. И кто-то из них станет чемпионами и прославит наш город дальше. Ну, кстати, да, действительно, с этой точки зрения, особенно если про развитие спорта детского, да, 75%. Чем больше детей вообще вовлекается, тем больше вот в начале, на старте этой воронке появляется людей, которые в перспективе могут стать новыми олимпийскими чемпионами, рекордсменами и так далее. Ну, и плюс, опять-таки, если мы говорим про нас, про демографию, люди пожилого возраста тоже, я, насколько знаю, тоже и у вас достаточный контингент пенсионеров, которые тоже не бросают, а, может быть, тут даже начинают только заниматься спортом. Я вам скажу так, что наших пенсионеров мы очень уважаем, очень любим и с трепетом их отслеживаем и смотрим, насколько они активны. Активны, конечно же, они зимой, потому что летом они приходят и говорят, у нас, извините, у нас летом дача, это святое. Мы с пониманием, как бы, относимся к этому. Но люди, пенсионеры, не будем говорить возраст, да, но возрастная категория у нас до 80 лет, кто у нас активно занимается спортом, мы видим физическое состояние, здоровье и вообще, в принципе, вот такой вот хороший-хороший тренд, который они задают. У них есть такое, как бы, небольшое сообщество, даже они организовали, они ходят, с удовольствием занимаются, и мы этому очень рады. То есть тогда не мама-папа-я, а мама-папа-я, бабушка-дедушка, все родственники. Все это спортивная семья, ну и в итоге спортивная нация, конечно же. Спасибо большое, Михаил, что поделили своим мнением по поводу развития спорта, не только, наверное, в нашем городе, но и в стране в целом. Друзья, напомню, сегодня в нашей студии был Михаил Калачко, руководитель сети спортивных клубов МК «Спорт», член общественного совета при Министерстве спорта Хабаровского края. Еще раз благодарю вас за этот разговор. Это был проект «Смотри Хабаровск», меня зовут Дмитрий Павленко, с вами прощаюсь, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова